Телеканал КРТ представляет В принципе, такое отравляющее вещество существует и уже есть его несколько поколений, скажем так. Но ведь вопрос заключается в том, что, во-первых, задача любого отравляющего вещества, которое состоит на вооружении спецслужб того или иного государства, наверное, одно из основных технологических требований его использования потом должно быть скрыто путем естественного разложения. Какие-то составляющие элементов, потому что в этом смысл как бы... Чтобы его не обнаружили. И когда еще с времен Скрипалей звучали сотни квадратных метров, которые просто были этим новочком залиты, куча каких-то там дополнительных жертв, сложных удуший или еще что-то, то уже тогда, наверное, думающие или, по крайней мере, знающие части экспертного сообщества было понятно, что это просто абсолютно очевидное политическое фиглярство, которое преследует определенные цели. И, скажем так, что особенности отравляющих веществ, ну, наверное, нет там дозировок, как лекарства мы детям даем. Вот три капельки там четыре раза в день, значит, и процесс оздоровления пойдет. И вот если мы там одну каплю там этого АВ капнем, то, значит, тело будет близко к агонии, но выживет сильно покалеченным. А три капли – это уже точно будет летальный исход. Это абсолютно абсурдно, потому что по тактике использования, ну, наверное, в сфере деятельности скрытых спецопераций, ну, если уже дело доходит до АВ, то, наверное, стоит задача только летального исхода. Поэтому, честно говоря, выслушивать потом комментарии, как это было, кстати, с дочерью Скрипаля, что она отравилась, но не до конца, поэтому она осталась в итоге там в здравии сразу. Так и он же отравился не до конца. Ну, он тоже отравился не до конца, но он как-то вот сильнее отравился не до конца. А бедную кошечку сожгли. Да. Вот так вот. Поэтому, ну, и плюс, давайте откровенно говорить, ведь мы же давно не можем вырвать фигуру Навального из вот того политического контекста, в котором он всегда где-то, значит, находится и облетает. Это абсолютно отработанный, отработанный не в плане уже до состояния шлака, а отработанный с точки зрения как раз полного взаимодействия и согласия на любую провокативность его стороны участия в том или ином фрагменте, фигура, многократно повторенная, скажем так, в разных хипостасях внутри самой России. И поэтому, честно говоря, ну, когда вдруг прозвучало вот заявление о том, что он в аэропорту Омск отравился сначала, потом, значит, вот больница госпитализировала и никого к нему не подпускала, кстати, с точки зрения самой полиции, медицины и больницы, ее действия как бы, ну, значительно более логично объяснимы. Ну, было бы странно, что если человек там в состоянии комы и все очень плохо, и в этот момент к нему запускается масса репортеров там и прочего бреда, но это было бы вообще непонятно. Естественная постановка под сомнение качества этой и чистоты объективности заключений вот медиков российских, понятно, что они должны быть только заангажированы в пользу власти там Путина. Ну, и дальше все по сценарию. Те же немецкие врачи, которые в свое время точно так же трогательно и нежно, значит, осматривали, ощупывали нашу Юлию Владимировну. Ющенко еще до этого. Ющенко, да, ну, тут целая цепочка. Вы знаете, я сегодня, ну, вот мы обсуждали там, вот, ну, из свежих новостей, которая вот упала. Самое удивление, что тем же бортом, которым, значит, Навального доставляли так трогательно и лично госпожа Меркель там контролировала этот процесс. И как у нас министр Степанов, там, значит, сначала Лешко делал эти все заявления, потом Степанов, министр здравоохранения, а в Германии целая Меркель. Она вот начала делать заявления, комментарии по поводу того, что, да, Навальный отравился, мы вот тут санкции и так далее. Но этим же бортом сегодня в Берлин доставлен Кернес, наш мэр Харькова. Для наших зрителей я напомню, что Геннадий Кернес предположительно болен коронавирусом в тяжелой форме, и поэтому его доставили в Германию на лечение. Кстати, это для тех, в ком осталась еще хоть какая-то вера в отечественную нашу медицину, мы понимаем, что все люди, которые финансово способны и, значит, спроможны, они, к сожалению, заказывают себе борта и они улетают отсюда, они понимают, что здесь они не могут получить того медицинского гарантийного обеспечения. Поэтому я думаю, что все-таки саму ситуацию с отравлением Навального есть смысл рассматривать в значительной большей степени в политическом ракурсе. Это очередной провокативный инструмент, он уже вложится, скажем, в русло целой многолетней стратегии по отношению к России. Опять же, понятны нам призывы тут же немедленно усилить санкции и так далее, и так далее. С этим тут же уже связывается Северный поток-2. Я как-то невольно оцениваю глобальные проекты, которые предопределяют определенные экономические события, ощутимого такого масштаба в Западной Европе. Заинтересован очень позицию в том, чтобы этот проект не состоялся со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот как-то эти пазлы значительно более удачнее и очевиднее складываются, чем вот эта вот версия про тот самый новачок.